Чем философия отличается от всех сфер остальных духовных практик в мире, которые существуют? Является ли она мировоззрением? Является ли она научной системой? Является ли она чем-то самостоятельным? Является ли она проповедью? Является ли она духовным учением? Вроде бы никем другим не является. Является ли она наукой? Искусством? Является ли она искусством? Вроде бы ни наукой, ни искусством, ни мировоззренческой проповедью, ничем другим она не является. Чем же она такая является? Чем ее специфика? Чем она отличается от всех остальных конечных дисциплин? В самом деле, представьте себе мое собственное сознание, которое направлено на объект. Возьми черный или красный. Возьми черный. Двуссия может быть гританская империя, может быть хомячок, может быть микроб, все что угодно. Каждая наука отличается от другой тем, что у нее предмет разный просто. Она просто – на просто. Философия занимается тем, что она пытается схватить себя в ситуации рефлексии, в самой ситуации познания. Вот эту самую она берет, эту стрелочку, и на себя вот таким образом замыкает. Ну, все могут сказать, ну что за чушь? Ведь она же порождает перед собой снова новый предмет. Нет, она не порождает нового предмета между собой. Это такая вещь в философии, имеет дело всегда с отношением. Отношением сознания и предмета. Всегда только отношением. Это отношение само по себе в ковытьках не берется, не ухватывается в качестве предметной формы. Но в самом деле, если она его перенесет, это самое отношение, положит его перед собой, то опять специфика вот этого живого отношения, она будет утрачена, исчезнет, пропадет. Это вот такова специфика философии. Это называется философской рефлексией. Итак, мы видим, что на самом деле у нас всегда есть не само сознание само по себе, не предмет само по себе, а всегда есть их отношение. И это отношение удерживается, собственно, самим сознанием. Это отношение, вот эта самая моя стрелочка в кавычках, Оно не может быть удержано в качестве нового предмета, вот такого второго нового предмета. Хотя бы потому, что поздно неравном мы пройдем к тому же самому ситуации, которую в философии Аристотель называется регрессом бесконечности. Удержанной она быть не может ни в коем случае. Вот. Такова наша печальная специализация. Так не в этом же проблема. Проблема в регрессе бесконечности. Да, я сказал про регресс бесконечности, только что же. Ты только сказал про регресс бесконечности. Просто если в следующий раз после второго предмета опять же будем рассматривать отношения... Я не думаю, что только. Предмеж бесконечности всего лишь указания на проблему. А указание проблемы в том, что состоит в том, что у нас нет сознания и предмета самого по себе, всегда есть отношения. Что конечная любая дисциплина... А отношение-то, если оно не взято как предмет, оно взято как мысль? Непонятно, как оно взято. Поэтому настолько непонятно для себя взято, что философия всегда вынуждена доказывать, что она возможна как некая дисциплина. Почему? Потому что для физики нет вопроса о ее корректности как физика. Почему? Потому что существование электрона и существование физически организованной материи, она берет оправдание для собственного существования. Философия, она постоянно обращена доказывать себе, что подобного рода рефлексия, то есть нахождение себя между предметом и собственно сознанием всегда возможно. Это большая проблема для философии. Так а не может ли предметом философии быть другие науки? Тогда это называется методология. А почему нельзя философию свистить в методологии науки? Ну вот как я показываю, здесь свистить нельзя. Здесь нельзя, но в принципе после того, как аналитическая философия критиковала обычную философию, обычную методологию, она же все с философией свистила в методологии. Ну вот тем не менее, есть вот такое понятие философии, которое не сводит ее к методологии. Потому что методология это одно. Точно так же философию нельзя свистить в мировоззрение, потому что мировоззрение предполагает некую картину мира. Эта картина мира располагается перед тобой в качестве чего-то заменяющего, применяющего собой предмет. Философия она не такова. Философия в узком смысле вот это попытка вот такой рефлексии. Почему к этому я отношусь очень серьезно? Есть же такое представление, как о трансценитальной философии. Например, трансценитальная философия говорит, что пространство, время и бытие предмета, это как бы формы данности предмета сознания, собственно. И как раз ими и должна философия заниматься. Ну, в частности, например, нет уже никакого, некоторые люди до сих пор думают, что в философии есть такая картинка мира, что есть, грубо говоря, предмет, потом здесь органы чувств, а потом здесь у нас, собственно, сознание. Создание органов чувств, собственно, предмет. И как бы сквозь эти органы чувств у нас полагается, что картинка, что у нас предмет прорывается к сознанию. На самом деле ничего дальше от истины, чем такое представление дела. У нас на самом деле именно состояние наших органов чувств вместе с участием деятельностью сознания представляет из себя предмет. Но именно так сознание устроено, что оно то, что у нас образуется как бы внутри, хотя внутри это слово конкретное, оно превращает вовне. Это и показывает нам, что предмет, но существует в пространстве. Пространство есть ничто иное, как форма данности предмету сознания. Можно согласиться с Декардом и Спинозой, что когда мы говорим пространственность, мы таким образом мыслим предмет вне себя. Пространственность – это мысль предмет вне картинки, когда какой-то там предмет или вещь просто ворчивает с глаз, сквозь органы чувств. Чувства вообще не лгут. Это надо тоже очень четко понимать, что чувства не лгут. Перед нами есть предмет, но нет никакого посредника. То есть нейрофизиологическая картина мира с точки зрения философии неверна. Такова картинка, которую я настаиваю, которая говорит о философии как о чем-то вот такой деятельности в узком смысле этого слова. Работать с подобными закавычными отношениями таким образом, что не удерживать в качестве предмета – это дело специального искусства, которое, собственно, называется… Это ее главная центральная часть проблематики. Вот. Мы видим это кое-где и в мире. Мы же знаем, что, например, существование вещи или ее бытие не является предметом и не является предикатом предмета. Хочу вас заметить. Существование дивана, чего-либо еще, отлично, собственно, дивана, с другой стороны, не является его свойством. То есть мы в мире удерживаем такие странные сущности, с которыми только и работает философия. Вот такая приблизительная карлинка, на которую я хочу ссылаться в твих вопросах, когда мы говорим, что такое философия. То есть у нее вот есть такой своеобразный предмет – это первое своеобразный предмет. То есть она занимается отношением со всеми его функциями. И второе, что очень важно, философия все время озабочена критикой своих оснований. Она все время доказывает, что подобная закавычность или рефлексия возможна. Рефлексия – это не то, что я иду и думаю, что я иду и обнаружу себя в качестве предмета. Нет. Это в качестве некоторого отношения, которое не является ни в коем случае самим новым каким-то возникающим предметом 2, 3 и 4. Это, казалось бы, ситуация очень достаточно простая, о которой я и поговорил. Теперь давайте обсудим… Маленький вопрос, можно? А мне непонятно, каким образом отношения удерживаются, если это не является предметом. Понятное дело, что она не является вещью там, да и понятно. А почему она не является предметом? Ну вот я и говорю, что философия всегда причина на ситуацию критики своих оснований. Быть может, она невозможна. Быть может, это отношения удержать нельзя. А если только мир глухого материализма, мы всегда имеем дело с этим. Нет, просто ты до этого сказал, что у тебя и чувства не лгут, и… Да, чувства не лгут, да. И мир вроде как бы тоже весь существует, да, раз как бы он пространственно от нас от ничем. Да. То есть непонятно вообще как бы… То есть ты изначально, получается, что когда обсуждаешь основание того, что можно предположить в качестве философии, то у тебя уже целая антология существует. Да, да. А казалось бы, когда ты излагаешь и пытаешься излагать, что философия от начала, ты не должен быть никакой антологии. Я повторяю еще раз, я не собираюсь излагать философию от начала. Я говорю о том, что такое философия, чем отличается от конечной дисциплины. То есть моя цель не антология. Я привел пространство в качестве одного из примеров. Доказательство того, что трансцендентальное представление о мире возможных, именно о пространстве или о бытии, например, говорят как в качестве чего-то следующего из трансцендентальных картин. Вот такая ситуация. То есть я из настоящего метода не строю никакую систему. То есть моей функцией было не доказать, что пространство является, например, априорной формой внешнего чувства, а всего лишь провести его в качестве примера, полагающего у себя протез самой картинки. Почему просто не сказать, что философия изначально не наука, безотносительно того, что она занимается какими-то отношениями? Просто есть философия. Примерно понятно, чем она занимается. Ну, не знаю. Я думаю, что как раз об отношении надо было здесь сказать. Но если ты сам говоришь, возможно ли это отношение держать или невозможно, то ты не можешь знать, или невозможно это обосновать. От этой философии ее проблема только, что она постоянно должна доказывать свое право на жизнь и существование. Я же говорил, что у физики нет такой проблемы. Потому что у тебя электрон есть, и физический мир есть, и ты есть. И биология. У тебя есть микроб, слон, и магнитого дерева какой-нибудь. У тебя есть, и ты в самом деле существование своего предмета оправдываешь свое собственное существование. С философией не так. Опять же возвращать методологию науки. Они же обосновывают, что существует методология науки как философия в том смысле, что в философии есть совокупность методов, которые можно на любой предмет обратить. И этот предмет рассмотреть именно с конкретными методологическими точки зрения. Я как раз думаю, что методология к этому не имеет никакого отношения, потому что методология, грубо говоря, это вот еще один предмет какой-то. Хорошо. Я тебе скажу по-другому. Есть некая дисциплина, которую можно было бы назвать совокупностью методов каких-то. Да. И она не опирается ни на какой предмет. У нее нет определенного предмета. Она может рассмотреть любой предмет с позиции этих общих каких-то методов. И вот такую дисциплину как угодно можешь назвать. Можно методологией назвать. Ну сколько угодно. Точно так же. Почему в твоем же смысле она не является философией? Точно так же у нас и психология есть. Психология имеет свой предмет. Да. Она имеет собственные предметы. Но, собственно, ее предмет это, грубо говоря, всевозможные реакции психики на метод. И методология тоже это такие же реакции чего-то на метод. Ну хорошо. Я же тебе сказал. Допустим, возьмем совокупность каких-то общих методов. И совокупность этих общих методов, не имея определенного предмета... Совокупность общих методов не является лучшей того, что она не имеет. Но, тем не менее, она противопостоит сознанию как некая самостоятельная предметная дата. А почему ее не назвать философией? Ну, ее можно назвать. Так вот, говорят же, что существует два полюса. Философская одаренность и Индия, и Англия. Но в Англии, да, на одном из полюсов философской одаренности, так называемой, в ней, безусловно, вот именно совокупность методов называют, собственно, философией. Это зависит от одаренности. Развучал такой разговор, что ты считаешь, что философия такая дисциплина, у которого нет определенного предмета. У всех частной науки есть частная область, какая-то предметная, которая ее изучает. А вот философия, она другая. А почему философию не определять как совокупность методов? У него нет частного предмета, а совокупность методов есть. Так философию можно, как пример, о зрении определять. Но я говорю о том, что вот, что такое философия в основном смысле. Я скажу, что философия как рефлексия, направленная на отношения, она отличается от философии как совокупность неких конечных методов. Просто тогда можно было бы сказать, что рефлексия – это один из методов. Рефлексия – это не метод. К сожалению, это не метод. Для меня это к счастью, конечно. А так вообще, к сожалению, для полиса философской одаренности… Просто считать, что философия определяется тем, что у нее нет определенного предмета – это недостаточное условие. Нет, я не так говорю. Мне, может быть, предмет и есть, но фокус внимания ее является отношение, отношение, которое удерживается предметной формой. А метод, он удерживается предметной формой. Согласись, что метод, даже самый всеобщий, он предметной формой удерживается. Не, обязательно. Я как-то в свое время отставил позицию, что сам человек со всем своим опытом является методом. И тебе как методом, по-моему, лучше всего было прогуливаться по парку. Нет, это условие были. Прогуливаться – это было условие просто. А просто человек накапливает свой жизненный опыт, да, вот он вписывает в себя различные роды знания и прочее, прочее, и он формирует в себе то, что можно было бы назвать методом. Если ты сиентист, то можно было бы так сказать, у тебя есть нейронная сеть твоя мозговая, да, и ты эту нейронную сеть на счет ты сначала тренируешь, а потом она сама по себе становится самодостаточной. Ей уже не нужно. На любой предмет ты можешь направить эти методы и исследовать его с философской практики. Понятно, нейронную сеть наносит. В отличие от науки, в данном случае, эти знания накоплены, ими не описать человека как метод. Правильно, не описать. Но, тем не менее, человек – метод. В этом смысле. Хорошо. Можно назвать его метод, чем угодно его назвать можно, но метод, в чистом понимании метода как метод, известная инструкция, это… Нет, понятно, что как алгоритм его не выписать. Назвать можно. У меня была вообще такая фраза, что философия – это философ. Конкретный философ, который сам себе вырастил, воспитался на определенного рода текстах, размышлениях и прочее, вот он созрел как нечто конкретное, да, и вот он уже как целое является философией. Да, то есть философия – это, конечно, его мировоззрение. Нет, не мировоззрение, а именно методическая сторона вопроса. Мировоззрение – это нечто идеологическое, а я имею в виду методическую сторону вопроса. То есть он может свои способности, свои возможности применять для того, чтобы отдельные вопросы изучать. Да. Понимаешь, любые вопросы, там, может влезть в науку, может влезть в искусство, в религию, это уже неважно, какой предмет перед ним. В любом предмете он находит нечто философское, да? Да. И это философское исследование. Да. И поэтому, когда ты вот так вот опредмечиваешь не один какой-то метод, а именно рефлексию, да вот, то есть у этого философа, естественно, есть и метод рефлексии. Но когда ты один метод рефлексии опредмечиваешь, и высвечиваешь его как самый важный, как и составляющий часть философии, это и выглядит странно. Когда можно было бы сказать, что сам философ во всей совокупности. Причем, опять же, у тебя проблематично, что такое рефлексия. А проблематично только в описании. А в реальности нашей жизни мы постоянно рефлектируем и никакой проблемы не видим. Ну ладно, поехали дальше. Это как с движением. Описание движения проблематично, а движение само себя подсуществляется без этих проблем. Хорошо, ладно, поехали дальше. Значит, следующий шаг, который мне хотелось бы рассмотреть, это некое интенсивное отношение. И постараться показать, что интенсивное отношение, хотя мне может не удастся, и философский подход, они между собой различаются. Ну вот, Аристотель начинает свое рассуждение в метафизике о том, что существует так называемое ремесленное отношение к жизни. Вот, что такое ремесленное отношение к жизни. А когда ты твердо знаешь, что ты с миром можешь сделать. Ну, например, ремесленное отношение к жизни, то, что меня научили делать крошки, я не понимаю ни сущности, ни оснований своей деятельности. Таким образом, мы этот горшок делаем. Вот это ремесленное. Вот, ну, повторить, по крайней мере, сильно очень хайдегер. Напомню, что для хайдегера мир повседневности – это мир некой непосредственной орудийности. Мы видим чашку, и нас чашка отсылает наши способности из нее выпить. Мы видим ложку, она отсылает наши способности с ней чего-то съесть. То есть, в ситуации вот этого ремесленного ситуации, или орудийности, или аристотельского такого прямоначального мира, мы и живем в собственной повседневности. Оказывается, и хочется сразу же сказать, вот Булат, он только что об этом говорит, о себе как методе, где сказано, что человек, накопив большое количество своих данных, способностей, что-либо еще, начал усматривать там нечто философское. Почему он не такой ремесленный, которым мы являемся всегда в своей повседневной? Не, ну, естественно, философия не всем доступна. Точно так же, как и в школе, одни лучше учатся, другие хуже учатся. Философия – это точно так же… Существует качественная разница, да? Нет, ну существует, нет, качественная разница, существует призвание. Вот ты можешь сейчас взять, там, сыграть, такому, какому-то сонату, там, битхоин. Ну, не можешь. Не могу. Правильно, ты можешь там еще что-то такое сделать, такое, там. Много чего-то и не можешь. Так что каждый отдельный человек. Верночку, это не потому, что разница здесь другая. Сонат я не могу играть, потому что я не обладел подобного рода ремеслом. Это кажется. Это кажется. Вот если на уровне ремесла говорить, то все философы на уровне ремесла. А вот если говорить уже на уровне высшего ремесла, то, что уже, когда мы говорим о некоторого рода гениальности, когда мы говорим о некоторых выдающихся способностях, точно так же, как в спорте, точно так же, как в музыке, и даже в точении горшков, Точно так же, вот у тебя есть дикое ремесло, допустим, шахматы, которое мне не дано, допустим, да? Ну, играю это новым, в того возрасте, играю. А в легаре Каспарова, он играет на высочайшем уровне. Ну, если между нами, мной, второразрядником, ремесленником и ремесленником Каспаровым, хоть какая разница? Никакой нет. Точно так же, если я там буду собачиваться, то одной пальцем на одной рояле делать. И так же, на так же, кто сыграет виртуоз на сонату какую-нибудь, ну, с Крявина, допустим, что-либо еще на тот же самый рояле. Между мной и виртуозом тоже не разница никакой. То и то, и то ремесленное отношение к миру. Мне больше всего поражает, что это же старая тема. Это еще Гераклит говорил, для меня один лучший тысяча, если он наилучший. Вот ты считаешь, что никакой разницы между выдающимся человеком и обычным человеком нет. Ну, конечно, веру будет два глаза и прочее. Так вот, это старая как мир тема. Ну, миллион, условно говоря, писак современных будут сидеть писать и не сочинят они ничему гениального. Понимаете? Не сочинят. Правильно. Потому что один человек выдающийся, дело не в том, что он как бы другой в своей человечности, а дело в том, что условия, при которых он возможен, они как бы уникальны. Что-то такое сплемось именно в нем, какая-то вот сила, интенсивность или что-то. Что он стал именно тем, кем стал. И вот такие выдающиеся люди, они, возможно, только, ну, условно говоря, не знаю, может быть, там, как вот гений, возможно, там, один, до 10 миллионов, до 100 миллионов. Я так хочу сказать, выдающийся гений ремесленник, Каспаров, например, ну, в выдающихся шахмате все равно такого не было в мире. Он, тем не менее, спец. Шахматы очень неудачная вещь, потому что шахматы подразумевают некоторую алгоритмичность, это просчитываемость с помощью компьютера. Точно так же и соната какой, играть виртуозу какого-то, пианиста, или что-либо еще. Опять же, играть. И классик. Или гайки. Играть, это, опять же, нечто, как бы, таичное. И гайки где-то крутятся. Еще раз, речь идет о творчестве. Попозже поговорим о творчестве чуть-чуть, буквально уже минут через пять. Поговорим о творчестве. Тем не менее, вот есть некая вот такая ситуация, когда человек, выдающийся, но он заключен в рамках ремесленника отношения к мире или орудийности эпоха дикого. И в нем он только так существует. Республика в этом смысле говорит, что, тем не менее, человека размышляющего, то есть философа, стоит всегда поставить выше ремесленника. Хотя ремесленник, может быть, обладает такими способностями и возможностями, которые не обладает философом. Определенным. То есть у нас оказывается таким образом, что вот эта самая рефлексия, о которой я говорю, она не есть некая тренировка, она не есть образование. Мальчик из хорошей семьи, сколько бы он книг, на каких-то других языках бы он ни прочитал, он никогда не станет философом. Он станет мальчиком из хорошей семьи, он будет любить изучение иностранных языков, математику, скажем, тишину библиотек, всякого прочего. Философом не станет, он так и будет замкнут в ситуации некой орудийности природы, когда на диван садят, а древний манескрипт читают, скажем, на арамейском или каком-то еще. Вот в этой самой ситуации. Это очень-очень интересная информация. Знаешь, что самое странное, когда мы вам всем разговаривали, что вот эта вот рефлексия, она же возникла фактически только с Декарта. До Декарта никакой рефлексии не было, и все рассуждения были такие вот, как ты говоришь. Ты, Балат, пытаешься рассуждать, как мальчик из хорошей семьи. Причем, ты цитируешь Аристотеля, и нигде у Аристотеля никакой рефлексии нет. И даже представления об этом рефлексии нет. Понимаешь? И никакой, и философию он не так описывает. Совершенно. Может, это было неозвучно? Дело просто в том состоит, что ты пытаешься какую-то частность, а именно частность классической немецкой философии, именно классической немецкой, и никакой другой, даже не французской. Причем, потому что то, что ты говоришь, даже к французской философии нельзя отнести, атрибутировать. Только классическая немецкая философия, которая была действительно философией рефлексии, и это бесформа так. Почему-то ты выпираешь какую-то частность и ставишь ее во главу угла. Хотя она просто частность. Причем, я тебя понимаю, поскольку я понимаю, откуда ноги растут. Но на самом деле, все намного сложнее. Не может быть частность главного. А это именно частность. Ну вот, задаемся таким очень интересным вопросом. Человек, который занимается теоретической физикой, он кем является? Согласитесь, что существует некое рефлексивное отношение к миру. С физиком мы здесь как быть, я просто не совсем понимаю. С одной стороны, он выдающийся ремесленник, который посвятил свою жизнь, что умеет вычитать диаграмму Фильмана. Перед ним возникает некая задача, что он тут, бац, диаграмму Фильмана прочитал, и что-то там решил. Вроде бы он ремесленник. Но с другой стороны, мы понимаем, что в нашей интеллектуальной деятельности существует некое интенсивное отношение, которое основано на самим собой. Если есть у нас ремесленные отношения, то у нас некоторое интенсивное отношение с акцентированием именно на стороне отношения, то есть на сознании, оно как бы удерживается. Я не очень понимаю, как с ним работать. В чем в самом деле не ремесленник-физик, который выучил правила сочинения диаграмм Фильмана и все, умение решать дифференциальные выражения в уме на большой скорости. Но еще человек, который задумывается над миром, в чем здесь разница? Ну, ремесленнику, скажем так, ему наплевать на результаты, вот, собственно говоря, вот как робот, да, сборочная линия конвейера, идут эти корпуса, и вот робот выполняет, процедуру произвел, перешел к следующему. Никакой рефлексии, ничего нет. А рефлексия, это вот сигнал рассогласования, вот он, скажем, делает горшки, вот, а, ну, тоже, грубо сказать, это будет, но тем не менее, как какая-то совесть. Я ж могу лучше, я ж могу там еще что-то. Вот этот сигнал рассогласования обратно, вот, и вот он это делает все лучше, лучше, лучше. Будь то спортсмен и прочее другое ремесло, за какое ни возьмись, будь то наука, живопись, там, сочинение стихов и так далее. Вот этот вот сигнал, что можно лучше и должно быть лучше, то есть не соответствия вот того объекта, на который он смотрит, собственно говоря, и формирует сам этот объект в будущем. Скажем, вот, допустим, пока не было еще вообще ремесла, когда первого этого каменного топора не было ничего, были те же органы чувств, там, сознание, те же объекты мира, и вот на них смотрелось, а сигнал рассогласования практически стопроцентный шел. То есть он не было осознания, то есть он итерирует, это более точнее. То есть вы полагаете, что по философии мы возвращаемся к некому первоначально утраченному раю? Ну и так, можно это, собственно говоря, да, вопрос ноль, это бесконечность, как на это посмотреть, да. Было некое переживание бытия, которому только философ в настоящее время доступно, да? Ну, возможно, да, то есть вот возникновение ремесла какого-то, оно вносило сигнал рассогласования, да, вот эта орудийность. И вот, скажем, философ или тонкие совестливые натуры видят эту дельту, и она их заставляет рефлексировать, вот формируя, опять же, естественный объект мира, что-то вот, ну вот та трансценденция и прочее, о которой там мечтают. У вас рефлексии возникает от недостатка, да? Ну, здесь, ну вот самый первый доклад. Как восполнение этого недостатка. Может, первый доклад, который вот по сознанию был, то, что я говорил. Скажем, раньше восприятие мира шло, вот то, что у Игоря сознанием помечено, это была область, которую я там подсознание или бессознательное называю. И вот это было стопроцентно адекватное отражение мира, скажем, взять бильярдные шары, вот его в мир кинуть, он воспринимает мир абсолютно, никаких искажений. Вот все, на что он способен в своем восприятии, он воспринимает без всяких искажений. И потом вот эта область бессознательная или подсознательная начала делиться. Какая-то область вот начала социуму отдаваться, в которой стали отражаться вот какие-то кривые объекты, которые вот мы термином говорим, это стол там или еще что-то и так далее. Вот. Но в то же время вот та незадействованная социумом часть, она функционирует, она также воспринимает. И я могу просто опыт личной жизни, когда я не знал ни философия, ни слова ремесло, еще может не знал, вот вообще мальчонка там в три года читать научился, прочитал там про Ленина книжечку «Кудрявый мальчик», там вот такой, ну ангела я увидел. Вот. Подхожу, естественно, там к маме. Мама, это правда тут написано, что он за всю жизнь ни одного плохого поступка не совершил. Она мне говорит, да, сынок, а я-то вот в том бессознательном, я матери как Богу уже должен верить, да, вот я смотрю фигню, имею какой-то опыт жизненный свой во дворе, там с ребятами дерутся, еще что-то. Вот. И вот это, собственно говоря, вот и пошла вот, наверное, рефлексия с тех пор. Потому что вот есть объект, вот есть какое-то это рассогласование, которое я должен переварить. Вот эта книжечка лежит, мне тут вот буквы, которые я выучил ремесленно, вот. И у меня не укладывается вот это, у меня звенит внутри вот этот какой-то колокольчик, что ты давай, отработай вот это. Вот. И да, дальше вот я, это я понял, что такое Ленин, что такое книжки про Ленина, почему моя мама мне так сказала. И вот, собственно говоря, да. Если удастся вот социуму развиться так вот, чтобы опять это сознание социумное, которым мы пользуемся, операциональное наше вот вербальное сознание вырастет и займет опять эту всю область, то да, вот, может быть, это и будет совершенный возврат к миру, но на другом уровне, по-другому уже. Включая сюда язык, то есть вот язык входит таким образом. А тут можно... Вот эта дрейфующая граница между сознательным и бессознательным, где это проходит соотношение между этими вещами. Да, если нет вот этого сознательного, социумного, мы имеем Маугли, который вот стопроцентно живет в мире, в раю, да. Живет в жизни философа, да? В раю, да. И вот когда социум... Я так как раз не думаю, что Маугли это философ какой-нибудь. Ну, я и не говорю, что философ... Но вот когда этот вирус социумный стал сознание вот там отвоевывать, отвоевывать, и где-то мы, я не знаю, 50-50 или там 10% его, и получается, что вот не коррелирует. Ты чувствуешь, что вранье, а тебе доказывают логически на языке, и ты веришь языку. Смотришь формулы вроде там, таблицы, схемы, но тебе шестое чувство, позвоночник говорит, да не полетит этот самолет. Все вроде правильно, но вот... Или партитура, вот одна и та же, одни и те же ноты написаны, все. Один играет, но не придраться идеально, вот ремесленно, инструментально, все, да, нормально. А другой тоже играет, но он чувствует, что здесь какая-то... Как-то он даже где-то может фальшиво относительно партитуры играет, но все просто вот божественная музыка, допустим. Потому что он вот эту рефлексию, он ее в ремесло вкладывает, вот это чувство шестое свое, которое не передать никакими... Сегодня мы не умеем рационально это передавать, искусство. Может когда-нибудь научиться. Вот так со временем и прирастает наука вот этими рефлексиями. Ну можно как бы возражение, просто вы много говорите, произведите. Нет, просто надо задуматься о том, что рефлексы есть у всех. Почему же не все философы? Да, да, вот это очень интересно. Это первый вопрос. А второй вопрос, это как бы старая, давняя тема, почему философ не может вырастить философа, почему философ не может передать... Да, не может, да. А почему? Вот если вы мне на эти два вопроса ответите, тогда можно будет понять вашу схему. Потому что, исходя из моего ответа, философ не может вырастить философ, потому что его метод, который он умеет, невозможно передать. Это не ремесло, да. Невозможно передать, это вот нечто такое, что внутри него, он не может вербализовать в виде какой-то простой схемки, что там какая-то рефлексия, там... Вот в виде таких простых вещей нельзя предъявить это. Нельзя, да. У пола не есть такое понятие, неявное знание. Да, нельзя, ни в коем случае нельзя. Вот это передать. Вот я и говорю, если человек вырастет в хорошей библиотеке, то он будет любить тишину библиотеки, трене языке. Тем не менее, а рефлекс у него ведь есть. У него ведь такая функция. Да, но очень-очень интересно. Я этого не понимаю, честно говорю. Я уже давно обратил внимание вот странные эффекты, которые не имеют отношения к философии. Лихачев Дмитрий Сергеевич, да? Он рассказывал, что интеллигентом нельзя притвориться. Да. Что глупый человек может притвориться умным, лунишка может притвориться честным, кем угодно нужно притвориться, а интеллигентом притвориться нельзя. То есть получается тоже интеллигентность, какой-то собрат вот такой странной вот этой вещи, которой как-то так притвориться нельзя, есть отологическая разница. Я с Константином, на самом деле, с интеллигентом его согласен. Почему? Потому что действительно есть такое ощущение, что вот эта самая рефлексия, она материально заметна у них, чувствуется. Похоже, что процесс там очень похож на тот, когда невозможно подтворить с интеллигентом, либо ты интеллигент, либо нет. Вам осталось про шокопроход только поговорить. Про что? Про шокопроход. А, про шокопроход, да. Не, ну, потому что это и есть шокопроход, когда ты сталкиваешься с неадекватностью реальности. Ну, про шокопроход можно поговорить, да. Вот это как бы вот такая странная вещь. Действительно, интуиция Константина, она, по-моему, верна, только работать, если не умею. Да я сам не умею. Так всё-таки философия сводится к рефлексии или нет? Да, да, да. Получается, что не сводится, может, только что выяснили. Получается, что сводится. Ну как? Я же вам сказал, что передай, есть ли это такая простая схема, и все... Да она не простая, что ты делаешь. Значит, все имеют способность рефлексии. Почему же не все стали философами? Не знаю, почему-то все сбавятся предметами и словами. Да, Влад, рефлексии не обучить. Ну как не обучить, если это простая вещь? Ну вот она у меня, наконец, не простая. И второе, вот в этой схеме своей, вот я могу тоже показать тут, скажем так, вот я обозвал термином сигнал рассогласования, по-другому еще говорят там, в тебе заговорила совесть внутри. Так вот эта часть этого общего как бы сознания, отвоеванное языком или социумом, где идет программирование, вот это ПЗУ наше прописывает таблицу умножения, там что такое хорошо, что такое плохо и так далее. И вот там вот эти подпрограммки сидят, собственно говоря, вот здесь этот сигнал и должен вот на этой границе образовываться. Так вот есть программы такие, которые они обрывают эту рефлексию. Вот человека взяли в армию, да? Вам не кажется, что вы говорите обрывать рефлексию, это означает, что это рефлексия, да, как вы говорите, нечто представимое. Вы только что сказали, что метод не передать. Вы же передали метод. Секундочку, нет, не передал. Забрили парня в армию, послали в Афган, сунули ему калашников, там неделю пострелял по мишеням, все. Вот. Он смотрел боевики, фильмы, все как бы нормально, да, вот я солдат и так далее. И завтра в бой пошел, впереди него люди живые, старики, дети. Ему говорят, стреляй. Вот инструментальная эта инструкция. Вот образ, команда, действие. Сигнал-то прет такой, что я не убивал никого, даже животных, там комара может быть, муху. Вот. Но одного вот эта ПЗУ-ха прошита так, одним образом, он уже и не задумываясь там, у него даже не возникает этот сигнал обратный. А у другого он может быть пер, но там переконфигурация, он его замыкает на себя, чтобы с ума не сойти, и все. И это так прописывается, и дальше он уже пошел, все, робот. Какая рефлексия, какая философия. И вот это вот процесс программирования изначально, из детства, как сконфигурируешь, вот как компьютер там, я не знаю, криво поставил операционную систему, и все. Один так и работает, другой виснет каждые две минуты, или вообще его не запустили. Вот и все. А то, что это естественная как бы вещь, это еще не значит, что она не может быть простыми способами психологическими, как-то оборвана. И это не значит, что мы владеем способами, как ее запустить вновь, после того, как она оборвана. Глаза, извини, глаза выколоть легко, или кастрировать там кого-то. А вернуть это обратно, это совсем другая вещь. То есть испортить легко, но сохранить то, что даровано от природы, это другая вещь. Мне просто кажется, что в этом много морализаторства, а сути как бы мало. Я не собирался морализировать, оно просто к слову пришлось, я может найду нейтральные примеры. Но просто показать, чем инструментальность отличается от философии. Да нет, понятно, что есть инструментальность, это понятно. Просто на определенном этапе, если человек эту инструментальность переведет в качество, знаете, вот количество инструментальности переходит в качество. Ребенок, все мы рождаемся одинаково, в конце концов, более-менее. Нас обучают в школе одни и те же учителя, но почему-то они становятся философами, а другие нет. И у всех у нас есть рефлексии, все нам объясняют, что такое рефлектирует. А почему? Ну потому что... А каждый по-своему это понимает. Дело не в этом. Для одного рефлексия... Для того, что рефлексия это же наша способность, она у нас есть. Так вот, одно дело это естественная способность, а другое дело, когда кому-то объяснили, он ее даже чуть ли не физически в себе ощущает, именно как алгоритм. Вот он все закидывает, у меня есть мысли, я ее думаю и так далее. Он ее загоняет в ремесленный же круг. То есть ремесло не только внешнее, оно и внутреннее. Конечно, конечно. А я говорю о рефлексии естественной. Вот то, что, ну я говорю, голос совести, который не воспитать, не передать никак. Ну как бы продолжая просто дальше, да. Вот есть сегодня некий общий уровень, до которого нас доводит. А дальше отпускает на свой страх и риск. Мы, в общем-то, плывем по волнам вот этой жизни там, да. И кто-то на самом деле продолжает дальше развиваться, а кто-то просто на этом уровне останавливается. Ну кто-то, да, ремесло обрел свое, ага, ему положили 60 штук в месяц. Он счастлив, доволен, вот до пенсии, доживу и все. Какая рефлексия? Он и ловит эти сигналы, но они ему мешают, они ему не нужны. Он счастлив, у нее в ПЗУхе прописана эта модель. Вот средний класс, вот у меня яхта, вилла там это есть. Я даже и Феррари себе могу позволить и все. Но опять как-то морализатор соскатывается, а я как-то по сути вопроса. А по сути вопроса просто состоит в том, что если бы он двигался дальше, в системе этого некого определенного рода инструментария, то он бы просто стал выдающимся в силу просто самого движения продолжающегося. И вопрос ведь состоит не в том, что человека делают инструментарий, а вопрос состоит в том, что дальше сам человек продолжает этот свой инструментарий развивать или нет. И если этот инструментарий продолжает развивать в определенном направлении, он сам становится неким методом. Он не может этот метод передать просто в силу того, чтобы человек достиг его способностей, он должен этот же путь весь пройти. Поэтому мы оказываемся в ситуации следующей, что либо человек просто, ему это не нужно, потому что для среднего человека никакая философия не нужна для того, чтобы жить. И он живет просто в каком-то представлении, у него есть там вид, который ему школа навязывает. Совпал со своей моделью и остановился. И ему этого достаточно. А другие просто продолжают двигаться дальше, становятся философами. И здесь нет никакого особого удивления, что одни философы, а другие нет. И рефлексия здесь совсем ни при чем. Рефлексия – это частный метод. И никакого отношения к тому, как определять философию, он не имеет. Хорошо. А как тогда определить философию? Я же сказал, философия – это некая методическая наука. Причем для того, чтобы ее определить, нужно понять на самом деле, что эти методы нельзя предъявить. Вот так вот взять и показать, что вот рефлексия, один метод интроспекции, чтение трактатов или анализ, или что-то в этом роде. Ничего такого предъявить нельзя. Но можно сказать, что можно воспитать философ, если человек целенаправленно будет двигаться в определенном направлении, то он, например, не так его станет философом. Просто сам человек станет этим методом, на который не передать. И поэтому мы никогда не говорим по этому, интуитивно понимая это, что в философии есть некая общая дисциплина. Вот физика – общая дисциплина. Она для многих доступна. То есть есть единая физика, и многие физики приобщаются к единой науке. Математика – единая наука, химия – единая наука и так далее. Можно говорить о том, что у них предмет единый, поэтому она единая, а можно говорить о том, что она доступна многим. Многие приобщаются к чему-то одному. А философия почему-то много. Есть философия Гегеля, Платона, Аристотеля, философия. Есть философия Деррида и прочее. И каждая философия – это уникально почему-то. А почему тут не пойти и не двинуться в этом рассуждении дальше? А может быть, философия просто связана с личностью человека? Может быть, это просто испроявление этой личности? Я извиняюсь, встряну тут место как раз. Так и физик, столько же, сколько и философия. Нет. Ньютон, резерв форты, не знаю. Эйнштейн, Эйнштейн, я не знаю. Все редуцировано. Ахимед. То есть проблема состоит, что все эти физики редуцированы к некой одной школьной физике. Ну или как бы общепринятой физике. Ньютон считает сейчас трактаты Ньютона. Все уже считают Ньютона в неком переложении. А вот философию почему-то так индуцировать в учебнику философии не удается. Вот это же странность. Физик может дается, а философия не... Потому что это эффективное усилие в отношении, но не важно в каких словах оно оформляется. Не важно по поводу какого предмета оно происходит. А я считаю, что потому что... Философствующий Вася Копкин ничем не отличается от Гегеля. А шахматисты, они разные. И физики разные. Так я все-таки... Потому что если... На самом деле... Великая ситуация, которая... Потому что почему-то философия Гегеля. А почему здесь Гегель тогда? Почему ты не говоришь просто философию? А просто философия Гегеля... Потому что у тебя как бы основание состоит в удержании себя... Почему они разные? Есть основание одно. Есть основание одно. Почему философия разная? Объясни мне это. Почему не можем мы создать единую науку философии? Почему? Потому что если есть... Она как наука не существует. Нет, ну если бы она была как наука, она находилась бы перед тобой в качестве нового предмета. Ты же в каком-то отношении показал, что у нее есть единое основание. Вот это самое рефлексивное отношение. И ты эту самую вот эту самую закавычность... Ты можешь ее удерживать в разном количестве, и в разных формах, и в разных отношениях. В разности это не продвинуться, безусловно. Можешь. Вот это и будут для тебя различные философии. В общем, мне кажется, что представление о том, что философию можно вот так как-то определить и показать, что, допустим, ерфлексия является ее основанием, или какую-нибудь другую найти способ, чтобы показать, что такое философия... Все, мне кажется, это все-таки как бы надуманные вещи. Потому что, на самом деле, почему-то философию так же иногда называют ильезные представления, иногда называют и какие-нибудь... Мировоззренческие представления. Мировоззренческие представления. И вот применение его метода, на самом деле, оказывается... Результат этого применения оказывается некой философией. И если в твоем понимании это оказывается мировоззрение... Подожди, если в твоем понимании это оказывается мировоззрение, это одно. А на самом деле человек может выработать в течение жизни такой метод, что оно не будет просто мировоззрением, а его личное как бы мировоззрение станет на самом деле некоторым общим как бы достоянием. Как, например, мировоззрение Гейгеля, как мировоззрение Хайдеггер и прочее. То есть просто это степень развитости его мировоззрения. Причем в мировоззрении есть вот этот момент как бы субъективности. А в философии, как в методе, есть момент объективности. Потому что в методе есть нечто объективное. То есть человек вырабатывает в течение жизни некоторый метод, и этот метод он на самом деле проверен. Потому что жизнь, которую он провел, тексты, которые он прочитал, и способы мышления, которые он осуществил, они доказывают ему определенную верную линию, если можно так сказать. Он избавляется от некого произвола и приобретает нечто, что можно было бы назвать методом. Это метод же нечто методическое, нечто, что мы набрасываем на некий материал, который перед нами, и преобразуем его. Некоторые методы просты, инструментальные методы. Как, например, это сделать за суд. А некоторые методы существуют. Человек накапливает много методов умения смотреть телевизор, умения переустанавливать вид. Методов у него очень много. Послушай, методов очень много, но одни останавливаются, в своем совершенствовании, а другие эти методы усиливают. Да. И Табрана Сократ это сказал, что я знаю, что я ничего не знаю. Знаю – это ремесло. Вот знаю. А у него вот это как раз. Да, я знаю, как сделать горшок. Но я знаю, что я не знаю, как сделать, что в принципе можно сделать. Я вам могу сказать, я могу только основываться своим опытом. Потому что и моя концепция состоит в том, что я просто искажу из… Ты сам метод, и твой метод лучше прогуливаться. Нет. Еще раз. Если лучше прогуливаться, я попарку. Ну это условие просто. Когда мой метод, я уже много раз повторял. И давай все-таки слушать собеседника и пытаться все конструктивно. Суть вопроса в чем состоит. Я точно так же, как ты считал, что философия отличается от других дисциплин. Именно с реплексией и прочее. Но на опыте я убедился, что это просто не так. Вот и все. Я убедился, что это просто не так. Можно сколько угодно себя убеждать, читая немецкую философию, и веря этим заезженным каким-то концепциям, что философия такова. Но это просто по факту не так. Когда ты начинаешь заниматься серьезно и усиленно, ты просто понимаешь, что это просто один из методов. И то, чем является философия, даже определить сложно. Кроме как указать на личность философа, который является сам, как некая цельность методов. Больше ничего просто сказать тут нельзя. Я бы даже сказал, музыканты это точно так же. Но все же могут научиться так по клавишам бить. Но почему одни люди выдающиеся музыканты, а другие это обыкновенные ремесленные люди? Он создается долго бить, кто научиться хочет. Нет, просто здесь вопрос не только в количестве. Здесь вопрос именно, что у одного есть прирожденный некий да, если так можно сказать, а у другого нет. Кто-то, может быть, будет всю жизнь заниматься философией и не станет философиям. А у кого-то это будет просто похоле получаться. Тут это вот вещи, в буквальном смысле, как бы то, что у нас либо дано, либо нет. Михаил Кузьмин, га-на-дь. Продолжение следует...